Минувшие выходные в Даугупелсе прошли с пользой для любителей животного мира. Международная выставка ZOO EX Pallatgala собрала специалистов из восьми стран. Широкий спектр обитателей от змей до породистых собак объединяло одно – отношение владельцев к тем, кого они приручили. Для одних это шоу, для других – ежедневный кропотливый труд. Понимание расхожей поговорки здесь воспринимается всерьез. Именно разноплановость мероприятия, по мнению организаторов, помогает отойти от внутренних рекордов убежденных профессионалов. Руководитель Латгальского регионального центра любителей животных Антонина Носкевич за долгие годы работы сделала важное наблюдение. Грань между степенью заботы и стремлению к достижениям порой весьма условна. Здесь каждый должен определиться индивидуально. В этот процесс он уходит, когда приобретает щенка и первый раз идет на ринг. Первый раз на ринг. И если у человека есть возможность с трех до шести месяцев выйти на ринг, и если он получает лучшего щенка, то он стопроцентно начинает, ну это может быть не болезнь, заразиться этим спортом и начинать это творить дальше. Кубки – строгая оценка у дел судей и посвященных. Рассуждая о неизбежных вложениях, специалисты проводят доступную аналогию. Если вы хотите, скажем, иметь грамотную, послушную и морально устойчивую собаку, придется пройти тот же путь, что и при воспитании ребенка, что посеешь, что и пожнешь. В друга надо вкладывать силы и душу, только тогда можно добиться реальной отдачи. Самое главное, если решили завести питомца, не руководствуйтесь исключительно эмоциями. Почему, вопрошают профессионалы, люди анализируют предстоящую покупку машины или, скажем, предметов обихода, а заводя животное, поступают по-другому. Очень бы хорошо обратиться в какие-нибудь кинологические организации, чтобы понять, подходит ли это данная порода в наш уклад жизни семьи. Потому что очень часто спонтанно увидев щенка «хочу, покупаем», а потом оказывается у нас нет ни условий содержания, нет времени физического и вообще понимания совсем другое. Когда люди обращаются, им мы четко помогаем объяснить, что не ваша эта порода, может быть. И когда они пообщаются уже с другими представителями, они сразу понимают или решают конкретно эту породу, или приобретают другую. Тысячам породистых животных, представленным на выставке, в этом плане явно повезло. Посетителям даже показали стилизованное модное дефиле. Веяние мирового бомонда, помноженное на эффект кинематографа, привносят изюминку в том числе и для четвероногих. Так что выражение «жизнь собачья» не всегда приобретает знакомый каждому смысл.